Всем привет, ребята, здравствуйте, с вами Братуха, и это Игра Вароботс. Сегодня вы увидели маленький видеоролик, ну как маленький, 10-минутный видеоролик с канала Братуха Лайф, что происходит на территории онлайн-овещания о Братухе. Вы смотрите мой канал, 4000 человек, бывает 5000 человек посмотрят видеоролик, спасибо вам большое за 300-400 лайков и за 100 комментариев, примерно около того, спасибо, читаю все комментарии. Спасибо вам, ребята, большое, но на Братуха Лайф вы упускаете тоже часть моей игры, часть истории моего аккаунта. Ну что ж, может кто-то из вас захочет зайти в описание под этим видеороликом и перейти на второй канал Братуха Лайф, а кто-то может и не захочет приветствовать меня в прямом эфире, где-то 22.00 по Москве практически каждый вечер, бывают и выходные. Ну а сегодня мы возвращаемся к нашей игре, как говорится, с ускоренным голосом в 1,3%. Поставочку возьмем около 500, 500 давайте возьмем, 500 серебра, 500 тысяч, 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 500 тысяч серебра, бустеры, шмустры, кто-то в клан просит по любасу. Я кланом вообще не занимаюсь, там есть сержанты, они как главы могут там вообще что угодно творить. Я в общем, я могу даже из клана уйти, но тогда клан будет без меня как-то совсем пустой, он так-то пустой без меня. В общем, Хатаса мы не так получить и не можем, уже где-то месяц я его строю, забываю строить, так по себе он мне как бы и не нужен просто. Модуль Last End, ой не модуль Last End, антиконтроль, который я получил на Братуха Лайф, висит здесь, и он будет прокачиваться прямо вот когда я наберу первые 40 миллионов, потому что Last End, а антиконтроль, стоит 40 миллионов, и он где-то до 6 левелов, наверное, опять же, где-то примерно, я не знаю. Ну что ж, ребята, мы идём в бой, и уже, как говорится, будем тестировать Last End, антиконтроль. Новый модуль, новое название, его надо учить, ребят, потому что, как я говорил, я не хожу на Т-серверы, у меня нет новых пушек, я не делаю обзоры на новые модули, потому что у меня их нет. И, соответственно, я не знаю, как они называются, не знаю их характеристики, так что простите меня большое, могу путать. Нажмём кнопку назад, и поехали уже в атаку, чё ж там уже сиськи мять. Сейчас покажем, где клопы селятся. Клопыки, клопыки, алла баса, калек, ку-ку, калек, ку-ку, бам-барам-бам-бам-бам-бам-бам, превосходство. Но, превосходство. Думаю, попробовать, но сомневаюсь, что получится. Нам нужна три Ареса, пара драконов, спектр. Ой, о, там Лео на кастрюле. Ну, в общем, возможно, зря я взял этого бота. Но мне хочется попробовать на этой карте этого бота. Спасибо, София. Хочется. Но игра должна быть такая вот. А? Игра должна быть осторожная. Да. Осторожная игра. Титлы ЭПЛ у нас там уже получил. Люляху. Я туда тоже закинул пару ракет. А, надо было не туда. Понял. Заряжаемся. Лётчик летит, смотрите. И лётчик летит в мою сторону. Но вон прячется. Да, он спрятался. Да, Сонечка. Нас тут, короче, могут зажарить. Но не получится. Я не знаю, прошёл ли мой дамаг или нет. Вот сейчас точно прошло. В общем, можно чуть-чуть прятаться. Это при том, что я имею никнейм братуха Лайф. Ой, да, братуха Ютуб. Вот такие пироги. А если поменять имя? Это был Немезис, к сожалению. Я не увидел, что это был Немезис. Ауджан, наверное, сейчас будет отбирать маяк. Нет, не будет. Ха-ха. Пошкварили Ауджану сейчас. Но он может лететь. Может летать. Так, центр. Что у нас с центром? Там у нас дальнобойщик какой-то объявился. Так, так, так. Ауджан полетел. Но он на ракетках. 300 метров. У него ракетка 300 метров. И он решает сжечь фуру. И пытается улететь. Поплатился Ауджан. Поплатилась ты, макакка. А сейчас мы доктору запилим сюрприз. Но ему насрать. И он прям меня шкварит. Смотрите. Как мало, очень мало у братухи хп. Ну, я погибаю, в общем. Смертью храбрых. Хватит наигрался. Застанели. Да сожгли. Ха-ха-ха-ха. Бля, беспомощный. Абсолютно. Абсолютно был беспомощен я. Еще одного берем. Неадекватного робота. Почему неадекватный? Потому что он с этими ботами уже не тащит. И карта у нас к тому же дальнобойная. Это, ребята, АРС. Я ударился. Надо уходить. Две, одна. Попал. Зацепил. Нет, не зацепил он меня. Зато я тут доктора могу поджечь. Седалище. Осторожно подвожу. Но не поджигается. Смотрите, седалище у него. Не горит. Не хотят подпускать меня. Смотрите. Опять это лунная походка, братухи. Отлично. Нет, я только зацепился. Ох, ёл. Ну давай, не достал. Не достал. Включаем глазик и... И тревожим этого парня. Давай. Отлично. Здорово. Чипучили. Чипучили происходит. Отлично. Прямо на опережение. И вот сейчас... Сейчас прямо огниво меня сжигает. С глазом. Ладненько, ребята. Возьмём ещё одного бота. Прямо очень громко. Приходится орать. И уже пойдём. Попытаемся задамажить чуть-чуть. Тимур из города Арст. У нас отправляется нахрен. Смотрите, как пытается меня сейчас... Достать этот парнишка. Но у него не получилось. Но моя коджал. А я сказал бы, что в конце напряжённой битвы идёт. Нормально. Я, кстати, задание не посмотрел. Может, уже кончилось. Арену братуха забраковал. Сказал говно. Что, опять же, мне сказали. Пиксорика, мне понравилось. Такое братухина реклама. Но что поделать. Имеет право. Ну не, ну реально. Блин, боты были в другие. Было бы весело. Скилл бы был бы. Атак подсос. Но по дамагу ещё куда не шло. Ребят, ну атак подсос. Да и роботы, блядь, отстой. И что поделать. Всё, мы победили. Прямо очень легко победили. Кучность, смотрите. Минус 30%. Плюс 30%. Делает своё дело. Всё, побеждаем. Победа это будет у нас с полётом. В полёте. И даже с огнём. Вот шикарная победа вообще. Ох, хорошо, здорово. Надо задание посмотреть. Варя Бетс. Варя Бетс. Ещё не скоро чемпионский контейнер будет. Вот такая команда у нас была. И как видите, да, миллион двести набил. Ну, так считаю, что неплохо с такими ботами. Выполнили пару заданий. Одно из них получили 20 звёздочек. Набери 9,5 тысяч очков чести в любой категории. А это мы можем. Это легко, да. И набери 3000 очков чести за попадание в топы по уничтожению и урону. Ох, 480. Вот это интересное задание. Да, в топы по урону. Вот это уже интересно. Это уже не по маякам бегать. Это уже да. Сегодня на стриме, ребят, попробую ещё раз это дело сделать. Братуха, подскажешь в следующем видео, что лучше? Зевса или Тридента на фуру? Артём Гендальф спрашивает. Я думаю, что Триденты лучше. Потому что Триденты хоть какой-то маломальский имеют сплэш. Давайте в этот раз Ауджана возьмём. А мне уже с другой игры. Столько команды. Попробуем Ауджана. Так, дамаг. Маяк нам не нужен, да. Сразу тогда полетим на уничтожение. От этого парня. Я, кстати, как вы видите, не заметил в прошлом бою, чтобы меня застанили на Аресе. Возможно, это и должно так происходить. А может, меня никто и не встанил. Вот, смотрите, 600 метров меня пытаются сейчас бить. Арес уже лоханулся. Он возбудил свой щит. И ничего не мог сделать со мной. Сейчас у него щита нет, и ясен пень, и наши бойцы уже по нему бьют. А вот это я сделал зря. Но буду надеяться, что не попадёт меня этот член. Головый попал, смотрите. Пошёл такой. Я, говорит, сейчас братуху докажу, говорит. Ну, давай, блядь. Ребят, помогаем. Ну. Вот у него сработал, видели? Вот так вот. Включаем глазик. Хотя можно было не включать. И кушай какашки. Сейчас будем шпилить, кушаем какашки. Отлично, прекрасно. Теперь нам надо линять 108 тысяч, 190, 70 тысяч, 50 тысяч. Ластент мой сработал. Да, меня сзади почпокали, но я не мог. Ребят, мне уделить внимание Ауджану. Это противник. Глаза у меня, кстати, сейчас нет. Не оторвало одну пуху. Летим, ребят, на уничтожение. Летим уже пьяного танцора шпилить, там всех шпилить. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Я ужас на клеях летящих ночи. Я ваши очи порул на куски. Пьяный дракон пытается у нас забрать маяк. Активируем глаз. И сжигаем парнишку нахрен. Отлично. Взлетел, блядь. Взлетел, но не получается у него меня достать, потому что он ударился головой, блядь. А при взлёте дракон ударился головой и не смог набрать высоту. Хе-хе-хе. Вот такие пироги, ребят. Да-да. Да-да. Сейчас мы тут парочку членоголовых пьяных будем терроризировать. Да, видишь? А-а-а, неприятно. А вот тут я маленько лоханулся. Парень прыгнул-то прыгнул. Блин, зараза. Оу. Вау. Вау. Я только что испытал то самое волшебное чувство, которое испытывали другие люди. Но, блядь, но не вы, понимаете? Сейчас я увидел, как сработал, блядь, этот... Этот модуль. Ха-ха. Модуль аттестана меня как электричество въёбнуло. Ребята, это бесподобно. Блин, модуль антиконтроль должен стоять у каждого в ангаре. Это мурашки по коже, ребят, я вам отвечаю. Я прямо охренел, насколько меня так закидало. А, это закидывает пьяный танцор у меня, гадёныш. Гадёныш ссаный. Ну ничего, ребят, ничего. Ещё увидим, как меня тут электричеством будет кошмарить. Кинг-Ханг не может залезть наверх. Ребята тоже ссыкуют. И вот там вот, смотрите, у нас высовывают свою голову. Всё, пора уходить, потому что дракон уже будет взлетать. Активируем глаз. Вот, дракон взлетает, все там... Вау! Вау, видели опять, видели опять? Ластент у братуки сработал. Блядь, он вытянул всех практически игроков на себя. И включает свой коварищей щит и уходит на перезарядку. Блядь, твою коверь, коверь, коверь. Опа, блядь, я сейчас всем пиздец подаю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, такое тоже бывает, иногда случается. Сейчас мы этому парню дадим прикурить нахрен. Гнида, блин, я прям растерялся, пока орал. Вот так мы ему прям дали сейчас насрать прикурить. Ага. Короче, три... Три... Три сусунка меня, блин, кошмарили, понимаете? Короче, теперь понятно, как антиконтроль работает. Вот чём фишка. Балашара вообще прям. Всё, мы победили. Кушает какашки, будет кушать в одно лицо. Свои какулина. Ха-ха-ха-ха. Какуля-какуля. На прыжок. Ха-ха-ха. Сыкло, блядь. Сыкуля. Какуля. На прыжок. У-ха-ха-ха. Сыкло, блядь. Да пошёл ты, блядь. О, прощай, мама на. У-у-у-у. Сдохни. Это я ему засадил. На, сдох. Ах ты, сука. Ладно, тарана и направо. Прыжок. И шпарить, суку. Давай, ну, выходи сюда. Тш-тиш. Ласт энд. Да не проблема. Парень, пошли, пилотка. Мы ещё можем всосать. Ух, ёптвою медь. Активируем глазик. И бьём не в того. Вот. Блин, опять. РС. Затрахал меня вообще во всей щели. Больно прямо, мама не горюй. Прыжок, пара выстрелов, чтоб убить гнид. А, это пьяный топор. Так, отлично. Пьяный топор. Блин, держимся из последних сил. У меня нет больше ботов. Ботов нема, ребята. О, блядь. Это, опять же, пушечки-пердушечки. Меня зашпаклюхать хотят. Прыгаю вперёд, показываю. Ребята, надо идти вперёд. Нет, ласт стендок. К сожалению, я умер. Один Меркурий остался. Левый фланг продавили. Бродяги вообще жесть. Ой, мы проиграли. Как это, ребята, не печально? Мы просрали бой. Может, пока я там доигрался. На левом фланге. Может, мои где-то лоханулись, ребята. Компания моя. Кушай, какашки. Я ещё такой поторопился. Говорю, какашку кушай сам. На нахуй. На нахуй. Кто следующий? Дай мне силу. Дай мне силу. Во, блядь. Но! Мы проиграли, ребята, простите. Ёлы-моталы. Понимаете, когда выигрываешь, вроде бы Пиксоник вот это пишется. Оно нормально. Когда проигрываешь, прямо вот видишь, кого послать, куда послать. Пиксоник, может, вы пересмотрите, уберёте логотип ваш. При проигрыше очень хочется на вас ругаться. Когда видишь ваш логотип. Да. Ну что ж, у нас Саша СО 274 тысячи набил. Какашка, смотри, полторы миллиона набил. А почему какашка? Он вроде бы уникнейм Кушай Какашки. А раз он Какашки Кушай Какашки, то у него проблемы. Он думает, что все кушают какашки. И, соответственно, он такой же. То есть, скрытый какоед. Понимаете, ну, если он нам какашки кушает, то и мы ему какашки. Живи свои какашки сам. А мы мороженое, пирожное, тортики, пивасик под косичку. Спектр, смотрите, у него был на гидрах. Бульгасари, Ланселот, Инквизитор, Немезис. Вот я видел Спектр, кто-то меня бил там на гидрах. Ну, не Спектр, а видел гидры, у меня летали. Может, это был и Саша. Но пушки у него вот 12, кстати, уровня пушки. Можно было куда побольше набить, чем 270 тысяч. Ну, да ладно. Может, отвлекли его. Бывает. Вот такой у нас был второй бой. Задание бы какое-то выполнили. Ну, это клановое задание мы выполнили. 9,5 миллионов мы урона нанесли. Вроде бы. И идем в третий бой этого вечера. На смерть, ребята. Прямо сейчас открываю YouTube-окно и монтирую... Монтирую... Даже не монтирую, а как сказать. Собираюсь запускать видеоролик в массы, который с братуха лайф. Но, к сожалению, съемка этого ролика была экранная на Xiaomi Mi 5. И Xiaomi Mi 5 стал... Он, короче, помимо того, что он изогнулся лодочкой, видимо, от нагрева... Он еще и стал, ну, опять же, быстро разряжаться. Чтобы новый аккумулятор надо, скорее всего, брать. Я уже покупал аккумулятор. Вот. И у него проблема, что он запись с каким-то... Записывает. Как вы видите, я сейчас на перезарядку ухожу. Никто не может убить этого робота. Он спокойно забирает маяк. Нет, не успевает забрать маяк. Постоим, подождем. Вот так, что Xiaomi Mi 5, он... Я бы сказал бы, что за 15 тысяч рублей свое отслужил. И съемки были, и монтаж на нем был. Такое приличное время. Пока я на компьютер не собрал. Ребят, месяца два, три, четыре, наверное, я снимал на Xiaomi Mi 5. Вот ребята скинулись, купили мне телефон. Надеюсь, я их радовал. Вот парадокс, я помню добрыми словами. Правда, он меня недобрыми словами помнит, потому что я, ну, не продажный. То есть я... Даже если кто-то мне задонатил, а потом будет обижать людей, я не буду, ребята, поощрять это. Вот. Мне все равно. Хочется, чтобы была справедливость. Неважно, сколько мне заплатили. Так что, ну, такая черта у меня. Если что. Конечно, оно не нравится там людям, которые задонатили и хотят, чтобы я ее подвезлыл в жопу. Конечно, им это не нравится. Что поделось? Вот такое. Так, ты че тут меня-то? Смотрите, как хорошо я играю, да? Просто стою и прячусь. А представьте, если я вообще был бы не братуха Ютуб, а что-то другое. Пилот там пупкин, ёпты. Сейчас меня вообще никто внимания не обращает. Заметили? Стоюсь я и стою. Даже гидры не в меня летят. А вон куда-то там фуру бьют на даргунах. Опять не в меня. Кто там такой вообще не в курсе, кто такой братуха Ютуб? Мы чуть-чуть пошкварим и там, и там. Ой, знаете, как приятно, что гидры, ну, не в меня летят. Ха-ха-ха-ха, вы не поверите. Как приятно было добить фалькона и очепокать бульгасари. Бедный бульгасари, кстати, я его качал. Я думал, он будет моим топом роботом. Ни хрена. Я думал, он будет прыгать. Я глаз включил на всякий случай. А, нет, это бульгасари вообще какой-то, или что-то в этом роде. Я думал, я что-то подумал, что это инквизитор. 15 тысяч возбудителей. Маловато. Честно, хотелось бы, чтобы тысяч 30 было. Ну, с ивента. До следующего ивента, чтобы хватило. А то не хочется играть в бою без возбудителей. Да и голду тратить на них тоже не хочется. Я не так часто играю. И не так, как говорится, хорошо зарабатываю. Сейчас свою лепту внесу, ребят. Ну, меня тут подкокали. Я пушки перезаряжу. О, блин, рано вышел. Но ничего страшного. У нас есть дракон. Давай, полетели. А представляете, у меня в ангаре еще два дракона. Если их качнуть. Как меня тогда на стриме окрестили. Братуха, мать себя, драконов, ёпты. О, этого парня. Парень, может, ты умрешь не просто так? А, да, ты уже был коцан и конфета, да? Так, подержим поцека. Парня поддержали. Отжал маяк, отходи, прикроем. Прикрыл. Отлично, отошел. Молодец. Блиц, пошли, подпрессуем чуть-чуть. Прекрасно. Блиц, давай, атакуй, Рома. Рома! Атакуй. Ты что делаешь, Рома? Куда ты убежал? На хрена ты убежал? Рома, за Ромой, ребята. Куда ты убежал? Последние два патрона. Надо перезарядиться. Подглядим. РС. Да-да, дай-ка. Я с мультиком съела все макароны по-флотски. По-флотски? Макарончики? Понравились тебе макарончики по-флотски? Прямо закушала, всё прям. Молодец. Пустую тарелку съела. Молодец, Сонь. Я с глазом, ребята. Вот такой был бой. Пробомбили всех нахрен, кто там был. Классно. Прямо на губах. Белая пена. Миллион серебра. Миллион восемьсот дамага. Это никуда не лезть. Это играть как Вордекс. Помните, на стриме играл? Если никуда не лезть, а ждать, когда противник будет выходить, ещё к тому же отвлекаться на кого-то другого, то можно там 2 миллиона набивать. В общем. А если лететь на смерть, оно веселее получается. Ну что ж, такие вот интересные бои были сегодня. Выполнили мы два задания. Одно на среди звёзд, а другое на ежедневочку. Плюс 30 голды, приятненько. И бонусное задание среди звёзд. Набери 3000 урона чести. У нас уже 1280. То есть на стриме сегодня я постараюсь это всё, ребята, сделать. С вами был Братуха. Подписывайтесь на канал, ставьте лалки, дизлалки. Оставляйте свои комментарии. Ваше мнение очень важно для нас. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok